Здравствуйте, дети! Сегодняшняя тема нашего урока – «Гиперссылки и их практическое применение. Раздел «Работа с текстовыми документами». Подготовил учитель информатики Ярмухамбед Алмаз. Тема урока – «Гиперссылки». Цель урока – организовать ссылки, гиперссылки, углавление, название сноски. Из-за большого количества страниц в документе требуется много времени для того, чтобы быстро перейти в нужный раздел или страницу и исправить ошибки. В текстовом процессоре MS Word для решения этой задачи используются гиперссылки. Гиперссылка является частью гипертекстового документа, который организует ссылку на букву, слово, предложение, абзац или графический объект, расположенный в самом документе. Также можно слаться на файл, папку, находящуюся на локальном диске в компьютерной сети, в подложении, веб-странице. Документ, текст которого структирован с помощью гиперссылок, называют гипертекстом. Первый способ вставки гиперссылки. Для организации гиперссылки в World выдели одну из букв, слов, предложений, абзацев или графических объектов, выполни команду «ставка» гиперссылка. Второй способ вставки гиперссылки. Правой кнопкой мышки мы вызываем контекстное меню, убираем гиперссылку, вставляем. Диалоговое окно вставка гиперссылки. Первое. Файлом веб-страницы. Второе. Место в документе. Третье. Новым документом. Четвертое. Электронной почтой. Например, текстовый документ содержит слово «принтер». Выдели это слово и создай гиперссылку на другой файл, который находится в компьютере и содержит данные о видах принтеров. Или на адрес интернет-сайта, который содержит необходимые данные. Цвет слова, который организуется в гиперссылке, будет отличаться от цвета основного текста. Для того, чтобы перейти по гиперссылке в тексте, необходимо, нажав клавишу «трел», щелкнуть левой кнопкой мыши на слово «принтер». Для создания других гиперссылок, необходимо выполнить соответствующие команды в диалоговом окне каждой из них. Сейчас я вам покажу. Так. Копируем нашу ссылку. Принтер. Вставка. Ссылки. Нажимаем на ссылку. В адрес вставляем нашу ссылку. Как видите, текст поменялся по цвету. И теперь, чтобы его нажать, нажимаем клавишу «трел» и жмём кнопку. Так. Вот мы попали на сайт. Здесь всё про принтеров. Как вы видите, всё о принтерах и печати. Закроем это окно. Теперь заново попробуем уже другим способом. Прямо отсюда. Вот смотрите, например, принтера. Ссылка. Ставка. И гиперссылку уже вставляем. Нажимаем «трел». Нажимаем кнопку. Переходим обратно на тот же сайт, который мы сейчас только вставили. Организация гиперссылки. Связывание выделенного объекта с внешним файлом или веб-страницей. Второе. Связывание выбранного объекта с другим местом внутри документа. Третье. Связанное выбранного объекта с новым создаваемым документом. Четвертое. Связывание выбранного объекта с электронной почтой. Заполните таблицу. А теперь давайте сравним вашу таблицу с моей. Назначение. К файлу веб-страницы добавить гиперссылку. Первая кнопка – это файл веб-странице. Вторая кнопка – место в документе. Назначение. В текущем документе в определенном разделе добавить гиперссылку. Кнопка – новым документом. Назначение. В окне гиперссылки на рабочем столе добавится объект интерфейса. Закрепление темы. Ответь на вопросы. В каких документах встречается гиперссылка? Какова значимость различных способов гиперссылки при создании документа в текстовом редакторе? Для чего создается закладка в документе? Обратная связь. Что было трудным? В чем тебе требуется помощь? Что интересного было на уроке? Чему учились? Что повторяли? Наш урок подходит к концу. Всем спасибо за внимание. До свидания. До свидания. До свидания. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok